Всем добрый день, меня зовут Екатерина Проценко, и мы с вами вместе с Ассоциацией Загородных Отелей рассматриваем, как правильно, грамотно управлять глэмпингами. История эта новая, для меня она в принципе тоже довольно новая, несмотря на то, что у меня в гостиничном бизнесе опыт более 20 лет, страшно сказать. В истории, связанной с глэмпингами, я чуть больше года. Какую-то часть я работала в компании «Лес и море», съездила, открыла к сезону «Алтайский». Непосредственно открыли на майских праздниках сезонный лагерь в Калязине, поэтому опыт работы с глэмпингами есть, понимание, как он работает, есть. Надеюсь, что этого моего опыта будет для вас достаточно, чтобы можно было им с вами делиться. Как всегда, я приверженец того, что мы никого и ничему не учим. Думаю, что те люди, которые смотрят наш курс, уже сами много что умеют. Мы просто делимся опытом. Поэтому мои уроки будут больше, скорее, желанием поделиться тем, чему я сама научилась за это время по глэмпингам, нежели пытаться вас чему-то научить. Очень много материала будет сравнительного, так как большой опыт работы в отелях, и наша вся история больше связана с гостиничным бизнесом, с хоспиталити. Поэтому основной опыт, конечно, в основном гостиничный. Будем сравнивать, что по факту есть в гостиницах, а что по факту реализуемо в глэмпингах. Итак, наш первый урок называется «Выбор системы управления». И мой первый слайд называется «Мифы и легенды». Почему он так называется? Потому что ощущение собственников, либо начинающих, управляющих, которые только входят в этот бизнес, всегда несколько обманчиво. Всем кажется, ну что такое палатки? Сколько раз я уже сейчас с собственниками ездила смотреть действующие глэмпинги, либо землю под глэмпинги. Те, кто только-только начинают, у них реально ощущение, что, ну что такое палатку поставить? Ну мы ходили в юности в поход. Ну сколько стоит палатка? Ну максимум 50-60 тысяч – самая классная палатка. И что в ней может быть такого, чтобы она стоила миллион рублей? Да, и это по-любому должно быть дешево. Раз это дешево, значит, это очень быстро окупается. Или одна очень классная легенда, что, ну как бы, а что такое палатки? Ну мимо шли, и почему бы и как бы не предложить людям за деньги пожить в этих палатках? Блин, это пользуется большим спросом, это очень круто, и мы продадим это задорого, и оно само собой заполнится. Ну и в принципе, какой нужен персонал для того, чтобы услуживать палатки? Ну там один-два человека, ну и сам иногда буду подъезжать, смотреть, как там все подруливать. Опять же, есть ощущение, что у меня вот где-то куплен кусочек земли, я на него палатки поставлю, и вот мне бизнес, который я назову крутым новомодным словом глэмпинг. Ну и как бы за сезон это все моментально окупится, вообще суперклассный бизнес. Так вот, господа, к сожалению, да, в каких-то из этих историй я точно так же заблуждалась, как вы. Но по факту это все мифы и легенды, да, и поставить хорошие палатки – это не дешево. И загрузить палатки на самом деле уже сейчас не так просто, как кажется, потому что конкуренция нарастает, люди, прочувствовав где-то не очень хороший продукт, отваливаются, и сотрудников на самом деле, как мы с вами будем дальше смотреть, даже на 10 палаток нужно не меньше 20 человек, по факту, если у вас есть еще доп.услуги. Есть земля – это главное, и это правда, то, что земля – это главное, от местоположения зависит 90% успеха, но просто наличие земли не определяет возможность бизнеса глэмпингов. И окупаемость за сезон на сегодняшний момент – это тоже некий миф, потому что все те, кто на это надеялись, открывали глэмпинги, по факту сейчас констатируют факт, что в любом случае приходилось в процессе доинвестировать, достраивать, и за сезон это, к сожалению, по факту не окупается. Минимум – это 2,5 сезона в том случае, если вы открываете хороший долгосрочный проект-продукт. И вот это все создает ощущение, что это очень легкий проект, с которым можно легко справиться параллельно с другими бизнесами, с друзьями ездить на выходные и тем самым глэмпинги контролировать. Нет, это точно такой же бизнес, он такой же сложно устроенный, как гостиничный бизнес, только при этом он у вас находится в глухом лесу, где довольно сложно контролировать людей, ваших сотрудников и гостей в том числе, где довольно сложно ощущать правильность поставленных целей, сервиса. Поэтому бизнес непростой, бизнес интересный, красивый, классный, но надеяться на то, что им можно управлять на удалении, к сожалению, это правда миф. И мы сегодня будем с вами говорить о том, какие возможны системы управления, какие из них реально работают, чем вы можете воспользоваться и что по факту сейчас на рынке с управлением происходит. Итак, у собственников всегда есть выбор, да, либо он может самостоятельно управлять объектом, как мы с вами в первом слайде рассматривали, периодически приезжать и подруливать, либо нанять управляющую компанию, либо взять франшизу и открываться под франшизой. Все три истории имеют свои плюсы и минусы. Мы подробно сегодня рассмотрим и плюсы, и минусы, но по факту вам нужно понимать, что глэмпинги – это бизнес энтузиастов. Мы будем все мои уроки говорить об этом, и что этот бизнес дает хороший результат в том случае, если вы душу в него вкладываете, как, в принципе, наверное, любой другой бизнес. Он невозможен просто на цифрах, либо стандартах и указах. Поэтому априори на сегодняшнем рынке по большей части присутствует самостоятельное управление объектом. То есть собственники либо в складчину, либо кто-то один по факту находятся либо на самом объекте, либо в прямом управлении, в погружении с управляющим находятся. Возможности работы с управляющими компаниями мы тоже рассмотрим отдельно, и наличие франшиз на рынке сейчас только-только разрабатывается, это мы с вами тоже подробно все обсудим. Итого самостоятельное управление. Собственник бизнеса, сам же он управляющий, либо собственник бизнеса, и он нанимает управляющего на работу. В чем разница? Ну, в том, насколько вы погружаетесь. Либо вы находитесь в этих палатках в лесу и вместе со всеми там живете, либо вы, соответственно, спрашиваете с того человека, которому платите. Значит, самостоятельное управление. Естественно, у него есть и плюсы, и минусы. Вариант для тех, кто готов жить, да, только этим делом. Совмещать на самом деле по факту оказывается очень тяжело. Я проехала сейчас в последнее время огромное количество глэмпингов. Там, где нет управляющего, где собственник рулит сам, он реально 99% времени живет там. И со всеми теми собственниками, которые находятся в бизнесе, говорят, мы не можем уехать, мы не можем бросить, это наше дитя, это наши любимые. Я вот только тут наладил, только тут настроил, я не могу покинуть объект. У меня только-только все начало крутиться, как мне нравится, как мне хочется. Поэтому будьте готовы, что если вы не нанимаете управляющего, вы правда живете этим делом, и вы живете внутри этого бизнеса. Вы чаще всего на месте там находитесь. Но при этом у вас есть полный контроль над всеми процессами, да, то есть вы четко знаете, кто у вас чем занимается, кто по чем что покупает, сколько у вас гостей, и кто кому за что заплатил, да. Это огромный плюс. Вы понимаете, вы четко контролируете все, что есть непосредственно в вашем лагере. Опять же, вся прибыль остается собственнику, вы ее контролируете, она у вас в руках и остается. Полностью реализуется своя идея создания работы объекта, да. То есть вы внедряете свои идеи в жизнь, вы их видите, насколько они реализуемы, и вы же определяете, стоит ли с этими идеями двигаться дальше, есть ли точка роста у ваших идей, либо стоит ее в определенный момент закончить и начать там внедрять что-то новое. Ну и нет затрат на дорогостоящий персонал. Естественно, хороший управляющий не может стоить дешево, как бы какому-то бизнесмену не хотелось. То есть я, например, как человек наемный, да, я совершенно четко осознаю, что те собственники, которые экономят и пробуют за там 30, 40, 50 тысяч нанять управляющего, он же администратор, он же Гога, он же Гоша, из этого ничего хорошего, к сожалению, не выходит, да. Есть истории, при которых, там, не знаю, управляющий уходит на выходные и охранник выдает ключи. Это тоже работает, это имеет место быть, но это имиджевая составляющая, если вы к этому готовы, то так можно. Но по факту человек, который управляет вашими сотрудниками, управляет вашим бизнесом, он не может быть там низкокачественным специалистом либо начинающим реализатором, потому что в руках управляющего огромное количество и финансовых потоков, и закупок, и персонал, и организационных процессов. Поэтому если вы сами, то у вас этих затрат дорогостоящих нет. В минусах, соответственно, самостоятельного управления, это то, что вы сами решаете все вопросы, да, это то самое погружение, о котором я буду говорить постоянно, и да, вы сами, да, решаете все, что связано с гостями, с конфликтами, вы сами определяете продвижение объекта, вы сами занимаетесь наймом сотрудников, вы сами определяете, там, обеспечение охраны, ну, то есть абсолютно вся операционка получается на вас, да, взаимодействие с проверяющими структурами, с госорганами, несмотря на то, что это палатки, и вроде бы законодательно они не сильно регламентированы, об этом мы тоже подробнее будем говорить позже, как бы то ни было, проверки есть, бизнес есть бизнес, их никто не отменял, поэтому все это взаимодействие, куча мелких каких-то операционных движений будет полностью на вас, как на собственники, независимо от того, находите вы на объекте, либо вы находитесь где-то на удалении, да. Находясь внутри, да, любого бизнеса, опять же, если вы бизнесмен, если вы хотите только начинать этот бизнес, вы понимаете, что находясь внутри, ты варишься в собственном соку, и тебе сложно реально оценивать риски, ты не до конца понимаешь, да, насколько реализуемы дальнейшие идеи, поэтому собственник, который смотрит снаружи и ставит какие-то там задачи и цели снаружи, он всегда гораздо более эффективен, нежели тот, что в собственном соку варится, поэтому, ну, моя рекомендация, конечно, все-таки учесть этот минус. Ну, по замыленному взгляду, да, и объекту в рынке. У меня есть очень четкий пример. На одном из глэмпингов, где мне пришлось на должности управляющего побыть, я очень четко понимала, что любовь к объекту у собственника настолько сильная, что он не осознает даже наличие конкуренции. И этим, правда, болеют очень многие собственники, поэтому учитывайте их в том числе, да, то, что ваша душа, вложенная в данный объект, она иногда замыливает взгляд относительно даже там той же конкурентной среды. Поэтому самостоятельного управления есть как плюсы, так и минусы. Выбор, конечно, за вами, да. Я, наверное, не сильно объективна, но я все-таки предлагала бы управление объектом с помощью профессионалов. Да, понятно, что сейчас на рынке профессионалов именно глэмпингов не так много, но найти этих людей можно. Энтузиасты есть, опять же, люди, переходящие из гостеприимства, из отельного бизнеса. Они способны вникнуть, понять структуру и специфику и помочь вам, на самом деле, управлять объектом, находясь на месте, а вы можете подруливать, находясь там в рамках другого своего бизнеса. Значит, управление и планирование деятельностью включается в следующую задачу. Стратегический бюджет, да. В бюджет мы с вами входим, вводим и доходы, и расходы, да. Это как и кассовые, так и управленческие, да. Плановые и фактические доходы и расходы, да. Что из стратегических еще задач у нас входит? Бухгалтерия. Она может быть аутсорсинговая, она может быть вашей наемной, это может быть ваши бухгалтера из вашего соседнего бизнеса. Совместить реально можно, как показывает практика. Но мой, например, опыт показывает, что в таком небольшом бизнесе можно воспользоваться компаниями аутсорсинговыми. Мы будем об этом говорить тоже подробно отдельно. И это очень хорошая, правильная, на мой взгляд, практика. Она рентабельна, она себя окупает. Но в любом случае, как на собственники, на вас стратегический вопрос бухгалтерии. Ценообразование. Тут вы можете, конечно, отдать все на откуп маркетингу, продажам, можете отдать управляющему, но окончательное решение, почем вы будете продавать и какова основная ценовая стратегия. В любом случае, ваше участие, как собственника, я думаю, понадобится. Юридические вопросы. Собственность земли, оформление материальных средств, все, что связано с госорганами и проверяющими. Это тоже ваш вопрос. В любом случае, придется решать вам его самостоятельно. Все проверки, все урегулирования, на вас, как на собственники, особенно если юрлицо открыто на вас, придется решать тоже самостоятельно. Ну и дальнейшее развитие, что вы хотите от объекта. Я не знаю ни одного глэмпинга, который поставил бы себе 5-10 палаток и на этом остановился. Все активно развиваются, у всех очень хорошие обороты, доходы, люди инвестируют в действующий бизнес, им нравится, это классно, это кайф, поэтому развитие объекта, что вы от него хотите, либо другая площадка, либо расширение имеющейся площадки, либо расширение допуслуг, это тоже все решает собственник. И стратегические вопросы, на мой взгляд, даже при наличии управляющего, конечно, они должны быть на собственнике, чтобы вы взаимодействовали правильно. Все вопросы, которые являются операционными, это ежедневное управление всеми службами, продажи, маркетинга, заселение, технические вопросы, которых огромное количество, уборка, закупки, логистика, транспорт, строительство. Все эти вопросы можете решать вы самостоятельно, может решать ваш управляющий на месте. Вопросов операционных, вот перечисленных по службам, на самом деле реально очень много, по тем же продажам. Делаем мы акции, либо мы не делаем акции. Какая у нас вперед загрузка? Есть ли у нас вперед пикап? Есть ли у нас в операционном бюджете деньги для того, чтобы сделать закупки, соответственно, нужны ли нам срочно продажи, либо мы можем потерпеть, но продать подороже? Маркетинг. Готовы ли мы тратить деньги на SEO-продвижение, на таргетинг, либо нам нужен директ, что у нас с нашими соцсетями, какой у нас идет трафик, какое посещение, привлекать ли блогеров, нужна ли нам фото-видеосессия. Это все операционка, которая в принципе решается на ежедневной основе, и без которой ни один объект на сегодняшний день тоже не работает. По заселению. Даже если у вас 5 палаток, не знаю, 6 палаток, а уж если у вас 10 палаток, то в любом случае у вас есть некие списки, кто выезжает, кто заезжает, кого где нужно встретить. Чаще всего логистика у всех глэмпингов довольно непростая, поэтому вопросы заселения на ежедневной основе тоже операционно кому-то нужно решать, сами они не решатся. Технические вопросы. Вот это один из самых интересных вопросов. Казалось бы, в гостинице, в пятизвездочной, в трехзвездочной с огромным номерным фондом таких вопросов должно быть больше, нежели там в 4-5-10 палатках в лесу, но по факту, к сожалению, нет. Когда вы строите большой отель, у вас есть большая техническая служба, профессионалы, которые знают, как обслуживать вент-системы, у них есть аутсорсинговая компания, которая обслуживает лифты. Когда мы с вами находимся в лесу в палатках, и тут вдруг дерево внезапно упало, когда вы этого совершенно точно не ждете, а у вас и бензопилы на сегодняшний день в руках нет, потому что вам казалось, что она не нужна, и в закупках она как бы не учтена, то решать вопрос с топориками 3-4-5 дней подряд разрубая лишнее дерево, это тоже вопрос, который здесь и сейчас нужно операционно решать, и если вы не на месте, и у вас нет управляющего, это может быть серьезной проблемой, и из этого может быть реальный операционный хаос. И таких вопросов, на самом деле, огромное количество. Находясь в условиях нетронутой природы, на берегу реки, находясь в тяжело доступных местах, есть глэмпинги, где можно доехать только на лодке, есть глэмпинги, куда можно долететь только на вертолете. Чем более тяжело доступное место, тем больше оно пользуется спросом, поэтому вновь и вновь открывающиеся глэмпинги, они все гораздо более тяжелее в доступности, соответственно, более тяжелые в техническом обеспечении. Не знаю, если проводка у вас проложена под землей, и вы хотите максимально натурал показать, то эта проводка требует постоянной проверки, потому что это все может сгнить, выйти из строя, у всего этого есть срок годности, и без технических специалистов это решить априори невозможно. Подобные вопросы в глэмпингах возникают, если не ежечасно, то ежедневно совершенно точно, даже если у вас все стандарты внедрены, и все технические вопросы изначально, казалось бы, заложены. Предугадать с природой все окончательно невозможно, поэтому технического персонала на местах должно быть довольно много, и он должен быть вменяемый, пусть не суперпрофессиональный, но совершенно точно вменяемый. И они операционно возникают, это должны быть, могут быть какие-то очень срочные внезапные закупки для технических вопросов. Там, не знаю, вот на Алтае у нас одни гости сожгли все дрова, потому что они думали, что могут целый день сидеть у костра. А для того, чтобы привезти новую вязанку дров, нужен вертолет, который стоит почти полмиллиона. Представьте себе, если бы не было на месте управляющего в этом лагере, сожгли бы все дрова, и пришлось бы дрова привезти для проживания дальнейшего данной группы за полмиллиона рублей. Хорошо вовремя, на месте управляющий притормозил и сказал, господа, к сожалению, больше жечь нельзя. Несмотря на то, что вокруг вас лес, но везде там лесфонд, природоохранная история, нельзя на родные дров, их можно только на вертолете за полмиллиона притащить. Поэтому таких мелких нюансов огромное количество, они ежедневно возникают, и это все операционное управление, которое на удалении, на самом деле, сделать можно, но это будет не очень эффективно, это вам будет стоить минимум полмиллиона, как в моем примере. Уборка. Даже те люди, которые работали в гостеприимстве, даже те люди, которые приходят с отельных горничных, они, конечно, сложно понимают, как еловые иголки вытащить из коврового покрытия, как смолу отмыть с палатки, как детские мелки отмыть со сферы, которые въелись туда, потому что они имеют какую-то масляную основу. Это совершенно другая история, ее не знают поставщики, с ней еще никто проникновенно не работал на рынке всего мира, то есть нету даже мировой практики, мы все потихонечку только нарабатываем практику. Поэтому уборка – это тоже огромный пласт работы, он очень непростой. Да, его можно наладить, да, он может работать как часы, но это все происходит методом проб и ошибок в зависимости от того, на каком объекте вы работаете. Закупки – это вообще отдельная история. В зависимости от того, где находится ваш объект, это может быть от самого простого доехать до метра самому на машине и купить все по списку, а может быть связано с тем, что, как вот, не знаю, на Алтае пример приведу, раз в неделю только на вертолете можно привезти продукты и нужно очень четко рассчитать количество продуктов, которые у тебя должны быть при этом не испортившиеся, потому что если вдруг у тебя полкило помидор испортилось, заменить тебе их реально будет нечем, да, потому что у тебя только следующий вертолет будет через неделю и за помидорами на вертолете не нагоняешь. Да, точно так же там наш объект, например, у леса и моря в Калязине. Только на лодке можно съездить с острова за любой закупкой, ходка лодки стоит 12 тысяч рублей, бензин туда-обратно, плюс ходка по городу, плюс еще в Калязине не особо ты продукты купишь, чаще всего все закупки происходили из Москвы, соответственно, бюджет еще больше увеличивается, потому что гость претензионный, ему нужна рукола, нужны какие-то профитроли профитроли и так далее, да, поэтому ягоды, которых, естественно, там в Калязине купить почти невозможно, особенно в осенне-весенний период. Поэтому закупки – это тоже довольно непростая история, операционно возникает постоянно то какая-то лампочка перегорела, вдруг не запланирована, то не хватает где-то батареек, то вдруг что-то где-то внезапно сломалось, поэтому процесс закупок тоже должен быть отлажен, это операционно ежедневно возникающее огромное количество мелких вопросов, которые должны кем-то быть сконсолидированы и направлены в нужное русло, что без лампочки мы до завтра проживем и только завтра поедет лодка вместе с продуктами или через неделю полетит вертолет и мы сможем это закупить. Понятно, что все примеры, которые я сейчас буду приводить, они будут, наверное, крайне степенными, но в любом случае надо понимать, что где бы вы ни были, это будет там лес, поле, горы и лучше перестраховаться, переучесть, нежели надеяться, что да, мы, если что, сами привезем. Логистика. Ну, понятно, что в зависимости от того, где вы находитесь, будь то на Камчатке, на Байкале, на Алтае, да, либо даже в Подмосковье, все равно это нужно заранее грамотно учитывать, белье нужно стирать, продукты нужно завозить, сотрудников нужно привозить на работу, и все это нужно в единую систему заранее выстраивать. Транспорт. Как бы нам ни хотелось, но, к сожалению, без транспорта работа в лемпингах невозможна. Его чаще всего бывает огромное количество, это и машины, и лодки, и баги, это и квадроциклы, и мотоциклы, чего только нет, и если вы только открываетесь, закладываете минимум две единицы транспорта обязательно в бюджет. И, опять же, постановку этого транспорта на учет, кто-то должен быть владельцем транспорта, если это юрлицо, то это тоже постановка на учет. Это обслуживание, это техосмотры, это бензин, это все тоже нужно обязательно в ваших бизнес-планах учитывать, и на ежедневном, соответственно, планировании тоже обязательно должно быть учтено. Строительство. Как бы то ни было, будь у вас дерево, будь у вас сферы, будь у вас палатки, постоянно что-то приходится достраивать, ремонтировать. Ну и, как я уже сказала, все, конечно, пытаются развиваться, поэтому стройки всегда очень много, она есть, и от нее операционный никуда не избавится. Так вот, все эти ежедневные вопросы со всеми этими службами может решать сам собственник. Представьте, сколько этих вопросов может решать управляющий. Организация дополнительных услуг. У всех потихонечку все равно потом прирастает какая-то база дополнительных услуг, будь то баня, будь то кинотеатр на свежем воздухе, даже если вы на нем не зарабатываете, будь то детская площадка, либо какой-то прокат, сейчас очень модно САПы, сейчас модные велосипеды, горные велосипеды. Это все требует усилий по обслуживанию, по организации, даже если вы на этом не зарабатываете, даже если это бесплатно, это все равно ежедневный труд по содержанию, обслуживанию, правильному предоставлению услуги. А уж если вы это только-только строите и запускаете, то это еще дополнительный труд. Обеспечение высокого уровня сервиса и контроль за соблюдением правил стандартов отеля. Мы об этом будем говорить на отдельном уроке, это большой пласт работы, он, правда, ежедневный, он непростой, это большой объем, его нельзя ни в коем случае упускать, если вы хотите, чтобы ваш объект процветал, и если вы играете в долгую. Организация питания, контроль за качеством, соблюдением норм, правилом пищеблока, вопрос тоже довольно непростой, так как у нас с вами все конструкции чаще всего легко возводимые, все, что связано с организацией питания и именно Роспотребнадзором, проверками, возможностью получить алкогольную лицензию всегда стоит под большим вопросом. Решить это все можно, но это все очень непросто, поэтому просто ресторан в гостинице это одна история. Ресторан организовать на природе, даже если у вас кейтеринг в глэмпинге, это вдвойне более трудоемкая история, поэтому вопрос тоже непростой, ежедневный, главное, чтобы людей не потравить, правильно продукты хранить, даже если не говорить о проверках, чтобы это было вкусно, качественно, красивой подачей. Поэтому это тоже ежедневный, очень сложный в организационном плане вопрос, который должен решать либо собственник, либо управляющий отеля. Надеюсь, что на этом слайде я вас убедила, что будучи собственником, надеяться, что управлять этим можно на удаленке, априори не получится. Поэтому, наверное, столь подробное прохождение по этим слайдам было мной задумано для того, чтобы у вас не было на берегу надежды, что я поставлю палатки и все будет само собой круто и все само собой срастется. К большому сожалению, нет. Либо вы погружаетесь во все эти мелкие ежедневные организационные, операционные вопросы, либо вы нанимаете человека, который будет вот этой ерундой ежедневно заниматься, контролировать, и тогда у вас будет классный, красивый бизнес. Значит, то, что еще из операционки вас ждет. Разработка, реализация мероприятий по прогнозированию, выявлению, оценке, предотвращению реализации видов угроз, взаимосвязи, снижения рисков с пожароопасностью, кражами, хищениями, эпидемиологические риски. В этом сезоне большая часть собственников глэмпингов жаловались на то, что было огромное количество клещей, невиданное количество клещей, которых не было в прошлые годы. Как бы, несмотря на то, что многие сделали обработку, большинство сделали обработку заранее в весенний сезон, во время личинок, но, к сожалению, от клещей избавиться полностью не удалось, и у многих даже были покусаны взрослые дети. То есть, понятно, что с юридической точки зрения, имея обработку на руках, вы на суде постараетесь свою вину отрицать, но все же, это есть некая история, связанная с рисками. Поэтому за благовременно огромное количество мероприятий, клещи, комары, обработка от мух, установка попугающих каких-то систем от крыс и мышей, это все должно быть сделано заранее, предусмотрено заранее, до начала сезона данных живых существ, и все это реализуется тоже планомерно до начала сезона, и это все нужно закладывать и в бюджет, и в реализацию, соответственно, ежедневных каких-то своих действий. Аудит, улучшение бизнес-процесса, да, все технологии мы будем с вами рассматривать на следующих уроках, их много, их стоит использовать, они все рентабельные, мы подробно по всему этому пройдемся, но это тоже ежедневно нужно делать либо собственнику, либо управляющему. Ну и взаимодействие со всякими подрядными организациями, их огромное количество, там, начиная с обслуживания лодки, с техосмотров, обслуживания генератора, который даже, если у вас есть электричество, у вас есть запасной генератор, да, взаимодействие с химчистками, прачечными, там, подрядными организациями, которые будут вам, может быть, что-то там привозить, отвозить, организовывать дрова и так далее. Поэтому огромное количество аутсорсинговых компаний с договорами, с денежными перечислениями, с закрывающими документами, взаимодействие с ними, там, с объемом реализации услуг тоже приходится решать собственнику, либо управляющему. Поэтому стратегически операционных вопросов тоже огромное количество. Как сказал Алексис Деляров из Акора, отель – это миллион маленьких вещей, и если ты неправильно их сложишь, то что-то обязательно не сработает. Я всегда говорю о том, что отель – это как часовой механизм. Если вдруг хотя бы какая-то одна гаечка внутри чуть-чуть начинает стираться, если какая-то горничная просто подустала и не доубрала где-то номер, что-то не досмотрела, то часы будут неверно показывать время, и кто-то опоздает на самолет. А в нашем случае гость останется недоволен, несмотря на то, что все остальные усилия были стопроцентно выложены, из-за того, что горничная устала и чуть-чуть неправильно или что-то неверно где-то сделала, впечатление от нашего глэмпинга может быть стерто, и люди не вернутся. Так вот, это все, что касается хоспители, это часовой механизм, и миллион маленьких вещей по мнению Алексиса из Акора это не даст нужного результата. Так вот, по моему мнению, глэмпинг – это все то же самое, только в глухом лесу, на вздыхающем генераторе и большом-большом энтузиазме. И это правда, потому что техника, которая работает на износ, чаще всего выходит из строя внезапно, тогда, когда ты этого не ждешь в разгар самой крупной и фешенебельной свадьбы. Горничная не выходит на работу в тот момент, когда у тебя заезжает самый, не знаю, дорогостоящий корпоратив, и ты не успеваешь с уборкой. И при этом ты реально находишься в лесу, и тебе негде взять другой генератор оперативный, тебе негде взять другую горничную оперативно. Поэтому энтузиазм твой и твоих людей, которые вместе с тобой работают в команде, он определит успех. Поэтому нужно понимать, независимо от того, в поле вы на реке, в лесу, в горах, в какой-то даже полупустыне, можете находиться, и это нужно очень четко учитывать. Вы зависимы от локации как в плюс, так и в минус. Поэтому огромное количество мелочей, которые должны быть учтены и на бумаге, в бизнес-процессах, в бизнес-планировании, в стандартах, и в энтузиазме, который вы будете нести дальше в массу. Бизнес непростой, и сегодняшний мой будет урок, именно больше всего этому посвящен, чтобы разубедить вас в том, что это очень просто, классно и весело, и это можно все здорово сделать. К сожалению, нет. И, к счастью, это дает очень классный результат, если вы, правда, в него энтузиазмом вкладываетесь и понимаете важность этих мелочей. Послушав меня, складывается впечатление, что лучше бросить это все дело, самому не управлять, а доверить какой-то управляющей компании. Потому что это на самом деле довольно непросто. У варианта работы с управляющей компанией есть точно такие же плюсы и минусы, как и в управлении самостоятельным. Значит, для тех, кто хочет обратиться в управляющую компанию, плюсы следующие. Вы экономите личное время, да, и у вас есть некий пассивный доход. У вас есть системное продвижение рекламы, то есть вы не паритесь с тем, как правильно заниматься продвижением, вам все это делают управляющие компании. Управляющая компания всегда говорит о том, что она может увеличить доход, во всяком случае в гостиницах. Это так. Так как есть некий бренд, и за этим брендом априори будут эти люди. Возможность выбора управляющей компании. У отелей, правда, такая возможность есть. Вы можете выбрать Хилтон, вы можете выбрать Мэриот. В нашем случае с управляющими компанией все несколько более непросто. Подробно чуть позже обсудим. Управляющая компания осуществляет наймы обучения сотрудников на все позиции. Вы тоже этим совершенно точно можете не заниматься. Развитие дополнительных продаж и систему лояльности, соответственно, вам тоже предоставит управляющая компания. Казалось бы, все здорово, все классно, не буду париться сам, отдам управляшке. Какие минусы? Вы, конечно же, теряете большую часть прибыли. Управляющая компания может забирать от 20 до 40 процентов, как и от прибыли, так и от оборотов, в зависимости от того, какой договор управления вы подпишете, из какой компании. Разброс большой. Если вы отдаете 40 процентов от прибыли, это получается у вас почти со-собственник, и об этом нужно глубоко задуматься, нужен ли вам такой бизнес, хотите ли вы его. Недобросовестная управляющая компания может показывать вам не вес доход. То есть, если вы полностью, тотально не контролируете все, что происходит, вы можете упускать какую-то операционную прибыль. Управляющая компания работает на собственный бренд. У них нет задачи принести максимум дохода и нейминга вам. У них есть задача развить собственную управляющую компанию. Поэтому приоритет УК в любом случае всегда ясен. По поводу имеющихся на рынке управляющих компаний. Ну, вот я в этом бизнесе чуть больше года в итоге получается. И сказать, что с наработанным опытом компании, управляющие есть на рынке, к сожалению, на сегодняшний момент нет. Есть те, кто пытаются, начинают, стартуют, пробуют, и вы будете пробовать вместе с ними. И по факту, так как бизнес наш очень молодой, он молодой не только в России, он молодой во всем мире. То есть мы не можем сейчас взять и использовать 100% какую-то мировую практику в Великобритании, в Голландии, где-то там, не знаю, в Испании. Глэмпинги существуют, они точно так же активно развиваются, но они чуть раньше у нас начали развиваться, но не настолько, чтобы можно было бы уже калькой брать чей-то опыт. Поэтому бизнес молодой, опытных управляющих компаний с готовыми решениями, к сожалению, на рынке сейчас нет. Но есть молодые энтузиасты, у которых уже есть свой бизнес, там один глэмпинг, два глэмпинга, и они готовы вместе с вами попробовать открыть ваш глэмпинг, либо помочь ваш существующий глэмпинг попробовать поуправлять. Но опять же, ключевое слово в том, что я сейчас говорю, именно попробовать. Потому что если у этих собственных глэмпинг был в горах, это одно, а у вас на горной реке это другое. Нюансов и мелочей, про которые мы говорили в предыдущем начале нашего урока, настолько много, что опыт в горах может не дать нужного выхлопа на опыте в степи. Наличие заморозков в горах и наличие серьезной ветровой нагрузки в степи – это совершенно разные технические вопросы, которые, имея опыт в горах, можно не применить в степных каких-то лесах, в степных историях. Поэтому есть компании, они пытаются, они начинают, но нужно понимать, что это правда. Вы вместе будете идти по пути проб и ошибок, пользуясь чьим-то предыдущим опытом. Нельзя назвать эти компании уже готовыми к работе. Да, я, например, тоже сейчас пытаюсь создать подобную компанию и свой опыт, который я сейчас наработала за это время, работая в глэмпингах, я буду пытаться переложить в стандарты, в управление и предлагать это управление тем людям, которые открывают глэмпинги либо уже наигрались и хотят кому-то отдать и устали от этого бизнеса. Но и я точно так же со своей управляющей компанией, которую я сейчас создаю, буду методом проб и ошибок, я даже ни от кого это не скрываю, пытаться в имеющийся у меня опыт внедрить на вашем объекте. Поэтому надеяться, что так как, не знаю, в гостиничной сфере работают Хилтон и Хаят, отдали и забыли. Так не получится. Либо вы будете понимать, что на вашем объекте ставят эксперименты, вот как на кошках, либо вы понимаете, что вы вместе с управляющей компанией ставите эти эксперименты. Поэтому сказать, что можно взять, отдать и забыть, пока, к сожалению, нет, потому что довольно молодой бизнес. Кому совершенно точно нужна управляющая компания, даже такая зарождающаяся? Например, если у вас есть земля, но нет финансовых средств. То есть вы хотите, чтобы вам сделали проект под землю и привлекли для вас инвесторов. Да, в этом случае вы можете отдать в управляющую компанию, и пусть они упражняются, вы, по сути дела, ничего на своей земле не потеряете, глобально. Потому что капитальных строительств чаще всего не возводятся. Если у вас что-то не заладится, вы всегда можете с этой управляющей компанией разорвать контракт и остаться при своей земле. Если у вас есть какая-то небольшая сумма денег, там, не знаю, 5-10 миллионов рублей, 20 миллионов рублей, в рамках hospitality, конечно, это копеечные деньги. Понятно, что для кого-то это очень большой капитал, но понятно, что в рамках инвестирования это небольшие деньги, 5-10 миллионов, и вы хотите глэмпинг. В этом случае вы тоже можете обратиться в управляющую компанию, они найдут вам людей с землей, они найдут еще одного соинвестора, либо вложатся соинвесторством вместе с вами сами, и у вас будет какой-то действующий бизнес, вы будете получать, возможно, удовольствие от того, что у вас есть глэмпинг, а возможно, даже какой-то дивиденд. И если у вас категорически нет желания вникать в процессы, а вы просто хотите глэмпинг, тогда вы тоже можете в управляющую компанию обратиться. Это сегодняшние реалии нашего бизнеса. В том случае, если у вас есть и земля, и деньги, то лучше наймите управляющего. Это вот просто, ну, на сегодняшний день мой совет. Да, вам придется проникать в часть происходящего бизнеса, но он у вас будет под контролем, и при этом вы будете четко понимать, куда вы дальше движетесь, да, и какое дальнейшее стратегическое развитие либо масштабирование может быть у этого бизнеса. Если вы категорически не хотите вникать в процессы, то, пожалуйста, вот этим новым зарождающимся управляющим компаниям доверить свою землю, и деньги можно. По рамкам глобального инвестирования это небольшие деньги. Потерять глобально ничего не потеряйте, палатки останутся при вас, материальные средства останутся при вас, земля ваша останется при вас, ну, просто, возможно, вы сразу не заработаете, и будет операционный какой-то минус, исходя из, там, может быть, там, неправильно налаженных каких-то процессов либо продаж. Но по факту инвестиционные капексы останутся с вами. Поэтому с управляющими компаниями пока 50 на 50 история. Франшиза. Есть вариант для начинающих. Плюсы у франшизы это помощь на всех этапах проектирования, строительства, продвижения, управления, системное продвижение рекламы за счет узнаваемости по франшизе, да, франшиза может увеличить доход отеля. Из минусов это то, что, опять же, вам придется, конечно, по франшизе делиться прибылью, чуть меньше, чем по управлению, но все же. При этом вы самостоятельно управляете объектом, франшизер защищает свои инвестиции, развивает свой бренд, получаете нелокализованный пакет документов, регламентов и СОПов. То есть вам дадут стандарты, но они не будут адаптированы именно под ваш объект. С франшизой все еще гораздо более сложно. Если управляшки, хотя бы какие-то на рынке есть, если они пытаются вставать на ноги, развиваться, то франшизы на сегодняшний момент готовой вообще нет. То есть нельзя прийти в какую-то компанию и сказать, мы готовы под вашим брендом открыться, дайте нам вашу франшизу. Под вас будут разрабатывать договор франшизы, готовы вы реально на сегодняшний день на рынке нет. Если даже вам скажут, что есть, то это будет реально сырая первоначальная разработка. Ну и стандартов СОПов по факту отработаны и есть, но так, чтобы реально адаптированных, тоже пока на рынке нет, ввиду того, что бизнес молодой. Поэтому франшиза, на мой взгляд, в сегодняшнем дне, в сегодняшней реалии и даже в реалии завтрашнего дня и следующего года пока не вариант. Если управление еще можно принять решение 50 на 50, то франшизу я бы не советовала. Даже если вам говорят, что она отработанная, есть и есть готовые бренды, которые возьмут вас под свое франшизное управление. Это лукавство. Значит, из итогов первого урока. Бизнес этот для погруженных энтузиастов. Он состоит из огромного количества мелочей. Готовую управляющую компанию или франшизу найти можно, но очень сложно, я бы сказала, около нереально. Опыт в гостеприимстве, к сожалению, на сегодняшний день не дает полного понимания специфики бизнеса. Очень много мелочей. Тот обогреватель, который работает на вашей даче, даже если он, не знаю, газовый, суперпрофессиональный и куплен за большие деньги, может не работать в горах, потому что там совершенно другая история, связанная с давлением. Поэтому если вы берете даже крутого GM из классного отеля, это не значит, что он сможет у вас работать с управляющим, просто потому что он не понимает, что дрова могут быть сырыми и они гореть не будут. Потому что он может не понимать, что тележка горничных не может быть укомплектована в лесу, потому что ее невозможно тягать по лесным дорожкам. Те люди, которые являются высококлассными профессионалами в гостеприимстве, поначалу, конечно, очень сильно теряются в глэмпингах. Поэтому надеяться на то, что человек очень крут в хоспителите и он точно выстрелит вам с первого раза с начала деятельности в глэмпинге, надеяться совершенно точно не стоит. Много мелочей и нюансов, которые связаны именно с опытным путем открытия, запуска и функционирования глэмпингов. Ну и тотальный финансовый контроль даст быструю окупаемость. То есть надеяться на то, что вы отпустите историю в управляющую компанию и у вас все будет само работать. Нет. Финансовый контроль в любом случае, независимо от того, сами вы управляющие у вас либо управляющая компания, тотальный финансовый контроль, особенно на запуске, нужен обязательно. Потому что можно, не знаю, закупить какие-то суперкрутые рации, которые не будут пробивать именно в вашей местности, потому что это горы, и они отражают звук. Можно закупить какие-то очень крутые гаджеты, которые будут совершенно точно не нужны, но при этом забыть купить очень плотные мешки для мусора, потому что иначе у вас будет не вывезено огромное количество мусора, и он будет очень сильно пахнуть. Поэтому бизнес состоит из огромного количества мелочей, которые нужно уметь учитывать. Для этого нужен опыт, и нужны те люди, которые попробовали. Проблема сейчас самая главная в том, что те, кто попробовали, сами являются собственниками бизнеса. И, казалось бы, тут выходит логика обращения в управляющую компанию, но чаще всего они погружены в собственный бизнес и не готовы брать в управление, в полноценное управление чужой бизнес. Поэтому на сегодняшний день мой совет все-таки постараться для того, чтобы открыть глэмпинг, привлечь тех, кто это уже пытался делать, в ассоциации огромное количество специалистов, которые готовы вам будут помочь, не поскупиться на управленца, у которого есть бизнес и в гостеприимстве, и хотя бы какое-то косвенное отношение к глэмпингам, хоть какой-то минимальный опыт, чтобы человек хотя бы понимал, куда он идет и что его впереди ждет. Ну и огромное количество терпения и энтузиазма. Все наши контакты на нашем последнем слайде. Большое спасибо за первый урок и за ваше внимание. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok